На Беларусь 4 программа де-факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Сначала туман, затем мокрый снег. В Гомельской области подсчитывают количество аварий и пострадавших. Автокатастрофа в Калинковическом районе. Шесть погибших и груда искореженного металла. Врачи пытались спасти водителя. Убийство и избиение в Юровичах. Кто держал в страхе весь агрогородок Калинковического района, выяснял Алексей Немкевич. Об урегулировании конфликта в поселке, о том, как восстановить справедливость, комментарий эксперта. А также барбекю не для слабонервных и трюк, который мог стоить жизни. В рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Банальная невнимательность входит в топ самых распространенных причин ДТП. В Брагинском районе молодой водитель перевернулся на своем Вольцвагене. Мужчина отвлекся, выскочил на перекресток, не справился с управлением и отправился в свет. Его доставили в больницу, но от госпитализации водитель отказался. Самая крупная авария на этой неделе. В день, когда выпал первый снег в автокатастрофе под Калинковичем, погибло 6 человек. Это случилось около полудня на 176-м километре автодороги границы России Гомель-Кобрин. Микроавтобус «Фольксваген-транспортер», в салоне которого находилось пять женщин и один мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с молоковозом. В ГАИ не исключают как ошибку водителя, так и сложные погодные условия, которые могли способствовать совершению ДТП. Пять женщин, которые ехали в микроавтобусе в качестве пассажиров, погибли. Водитель попал в больницу. Медики боролись за его жизнь сутки, но так и не придя в сознание, 30-летний мужчина скончался в отделении реанимации. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что на «Фольксвагене» была установлена летняя резина. Есть предварительная версия, что водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело. Под контролем следователи работодорожных служб, отвечающих за уборку снега с автотрасс и магистрали. Попытка помериться силами с идущим поездом оказалась летальной. В Рогачевском районе на рельсах погиб 64-летний пенсионер. Трагедия произошла на 259-м километре участка дороги Сверково-Рогачев. При подъезде пассажирского поезда «Гомель-Санкт-Петербург» к райцентру, машинист в свете прожектора увидел лежащего вдоль железнодорожного полотна человека. Но остановить состав уже не представлялось возможным. Пенсионерка погибла на пожаре в Гомеле. Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС ликвидировали пожар в квартире по улице Красноармейской. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было обнаружено сильное задымление в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. На полу в комнате было обнаружено тело хозяйки квартиры. Пенсионерка 1941 года рождения, которая проживала одна. Огнем повреждена мебель и имущество в кухне. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – незатушенная спичка. Проверку проводит следственная оперативная группа. Успеть за 4 минуты именно столько времени понадобилось добровским спасателям, чтобы добраться до горящего общежития. Возгорание произошло на улице Лесной. К моменту приезда подразделений МЧС из окон четвертого этажа вовсю шел дым. В одном из блоков на полу квартиры спасатели обнаружили мужчину без сознания. Пострадавший был доставлен в больницу. Гомельские спасатели тушили два легковых автомобиля. На улице Белого загорелись и на марке Opel Astra и Renault Scenic. Когда спасатели приехали на место вызова, плало хорошо, пишут в соцсетях очевидцы. Сначала загорелся один автомобиль, после чего пламя перекинулось на рядом стоящий. Огонь сбили за несколько секунд, но машины уже не восстановить. Они сильно повреждены. Предварительная версия причины пожара – поджог. Поджог усматривается и в Калинковичском районе. Там, в деревне Замощаны, накануне горел сарай. Спасатели ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться. Пострадавших нет. Хулиганство является одним из наиболее опасных и распространенных преступлений против общественного порядка и нравственности. Эти правонарушения нередко сопряжены с насилием и зачастую с тяжкими последствиями для потерпевших. Застраховать себя от этого сложно, ведь непонятно, что может прийти на ум абсолютно незнакомому человеку, особенно когда он, вдобавок ко всему, находится в состоянии алкогольного обвинения. Как раз о таких невыдуманных историях материал наших корреспондентов. Спальный район Гомеля, Волотова. Сюда, на улицу Сверидова, 26, в ночь на выходные такси доставило изрядно выпившего мужчину. Добравшись до точки назначения, пассажир ни с того ни с сего стал буянить прямо в автомобиле. После этого пьяный пассажир устроил дебош, ударил водителя, затем вырвал таксометр, повредил автомагнитолу. После этого он вышел из машины и начал бить по автомобилю. Повредил переднюю дверь пассажирскую, а также багажник. В момент прибытия сотрудников милиции мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и что-либо пояснить по поводу своих поступков не мог. Дебошира задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. А если будет установлено, что хулиганство совершено повторно или пострадавшему причинены более тяжкие телесные повреждения, то можно провести в местах лишения свободы срок вдвое больше. За 10 месяцев текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано более 660 уголовно наказуемых хулиганств. Это на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 326 преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Почти в 70% таких правонарушений подозреваемые установлены. Найден и хулиган, разворотивший 10 ноября только что открывшуюся новую автоматическую автозаправочную станцию в советском районе Гомеля. Милицейский наряд, прибывший на место происшествия, заметил неизвестного, который копошился возле платежного терминала. Молодой человек был явно под шофе. На вопросы милиционеров парень отвечал, что знать не знает, кто повредил терминал. Электропроводку, заправочный пистолет, разбросал огнетушители и контейнер для мусора. Ему было невдомек, что за его действиями в онлайн-режиме следил диспетчер с соседней АЗС. Хулиганские действия зафиксированы камерами видеонаблюдения. Парень, тем не менее, твердил милиционерам, что он просто хотел заправить машину. Правда, непонятно какую. На станции автомобилей не оказалось. Уточнив у стражей правопорядка время, молодой человек повернулся и побежал в сторону многоэтажек. Но спринтер из него оказался никудышний. Побег не удался. 18-летнего студента доставили на освидетельствование. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила почти 2 промилле. Конечно, все зависит от комплекции и особенностей человека. Но если брать в среднем, содержание 2 промилле алкоголя в крови соответствует примерно 400 грамм выпитой водки. Весь ущерб на АЗС подозреваемому придется возместить. Но если суд будет снисходителен, то, возможно, студент отделается штрафом за совершенный безрассудный поступок. В любом случае, хороший урок и для него, и для других горячих голов, не знающих меры в употреблении спиртного. Убийство и избиение. История зверского преступления в Юровичах Калинковического района облетела всю страну и вызвала большой общественный резонанс. Напомню, по подозрению в преступлении были задержаны трое местных жителей. Самому младшему недавно исполнилось 17. Как стало известно позднее, на протяжении нескольких лет они держали в страхе всех местных жителей. Наша съемочная группа побывала в Агрогородке и попыталась восстановить хронологию событий. Название Агрогородка Юровича мы помним еще и из школьного учебника истории. Тут были обнаружены стоянки первобытных людей, кости мамонта. Здесь же располагается древний монастырь. Однако после случившегося в начале ноября все это отошло на второй план. Напротив входа в монастырь, дом, с которого во многом и началась эта трагическая история. Именно в нем выросли двое братьев. 25-летний Павел и 17-летний Григорий. Их избегала и боялась половина деревни. Вместе с 20-летним Виталием они станут главными подозреваемыми в зверском преступлении. Именно этот звонок от невестки останется в памяти матери Александра. Совсем недавно ее сына перевели из реанимации. Сейчас события этого дня восстанавливают по крупицам. Топором этот замок. Зашли, я ебилю в хате один, а там было двух, трех, не знаю. Наверное, что там несколько человек было. Услышав крики, на помощь пришел живущий рядом 45-летний Сергей. Друзья рассказывают, что мужчина раньше занимался спортом и мог постоять за себя. Но в тот раз этого оказалось мало. Он сильнее и всех. Но внезапно, наверное, удар был упал. Он был силен, он был. На его месте могли бы оказаться просто. И с таким мнением, что рано или поздно что-то подобное должно было произойти, согласны многие живущие в Юровичах. Задержанные не первый год держали в страхе весь агрогородок. В этом доме жил старший из подозреваемых. По словам местных жителей, именно отсюда они отправятся совершать преступление. После того, как всех троих задержит милиция, кто-то подожжет дом. Ставшее нежилым строение, сейчас мало что может рассказать о характере своего хозяина. Взгляд лишь цепляется за пустую будку. Местные говорят, что собак в этой семье почему-то не любили. Молодые люди расстреляли не менее 10 четвероногих. Убивали только породистых. Они перед этим стреляли собак Юровича. Эти трое безнаказанно. Взял на вину сам 17-летний на себя. Как оказалось, преступный послужной список на этом не заканчивается. Пострадавших и свидетелей ищет следствие. Параллельно выясняется и то, как подобное вообще могло произойти. Сотрудники следственного комитета выясняют качество работы, проводимой субъектами профилактики, а также полноту принятых мер по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах. Следственные действия сейчас в самом разгаре. Сотрудники следственного комитета работают с уликами по убийству и покушению. На месте происшествия уже прошла проверка показаний обвиняемых. Уставшие от постоянного страха жители Юровичей с надеждой ждут развязки этого дела. Алексей Немкевич, Сергей Лукашук. Специальная для программы «Дефакто». История о том, как группа молодых людей в страхе держала многих жителей агрогородка Юрович и продолжает обрастать новыми слухами. Чтобы их развеять, а также разобраться, почему тихий населенный пункт, который славится своей историей и святынями, вдруг превратился в место локального беспредела. Мы пригласили заместителя начальника управления следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области Алексея Исаченко. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как так получилось, что тихий населенный пункт вдруг превратился в место, где было совершено жестокое убийство и избиение мужчины? Ну, можно сказать, что это произошло не сразу и не вдруг. Какие-то предпосылки к этому уже были на протяжении некоторого времени. В этом населенном пункте проживали ряд лиц, склонных к совершению противоправных действий, постоянному. Этих лиц периодически изолировали, направляя в места лишения свободы, привлекая полу на ответственность за завершенные ими преступления. Однако, каких-либо выводов эти лица не сделали, продолжили заниматься преступной деятельностью, совершать какие-то общественно опасные деяния. Злоупредавляли спиртным, не работали, ввели, можно сказать, антиобщественный образ жизни, противопоставляли себя в обществу. Ну и такая вот череда событий привела к этому трагическому происшествию. Сколько молодых людей учиняли там неправомерные поступки? Значит, в настоящее время у нас по уголовному делу проходит трое обвиняемых. Старшему из них 25 лет, у него уже 9 судимостей. Большую часть, скажем, из них он отбывал наказание в местах лишения свободы. То есть, в принципе, необходимые меры к нему применялись. Однако, он характеризуется как, скажем так, дерзкий, наглый человек, агрессивный, склонный к применению насилия, придерживающийся каких-то криминальных устоев. Поэтому продолжал, и освобождаясь из места лишения свободы, продолжал придерживаться такого же своего образа жизни. Я так понимаю, что он и был главным фигурантом и руководителем этой преступной, скажем так, неформальной группировки, да? Ну, про группировку тут нельзя говорить, но, в принципе, заводатором этих преступлений был именно он. У него знакомых был молодой человек 20-летнего возраста, ранее судимый один раз за хулиганство в 2014 году. Побил стекла, поэтому, может быть, нельзя его назвать слишком опасным, скажем. Вот, и был у него еще в компании 17-летний, то есть несрочалетний парень, который уже был в 2017 году судимый. Вот, в ходе расследования за кражу и незаконные действия с оружием и выприпасами его заключали под стражу. Вот, однако, было, значит, судом ему определенное наказание, связанное с лишением свободы. И в этом году, опять же, в мае месяце он в деревне, опять же, совершил ряд противоправных действий, в том числе, вызвавших в деревне значимый резонанс в связи с тем, что вот он отстреливал животных. Об этом мы еще поговорим позже. Но сейчас можно ли сказать о том, из-за чего вообще произошло это убийство и завязался инцидент с избиением мужчины и женщины в последующем? Пока нам точно неизвестны детально мотивы, причины, но можно сказать, что сами личности наших обвиняемых, которые на протяжении летнего времени демонстрировали свой, скажем так, противоправный характер, злобу, агрессию, значит, применение насилия, запугивание местных жителей, устраивали с ними неоднократно, так скажем, разборки без всякого повода, просто чтобы продемонстрировать как бы свою значимость, свою силу. И в очередной раз по какому-то, можно сказать, надуманному поводу, они просто нашли причину для того, чтобы избить людей, поэтому пошли к потерпевшим. Постучали с ним в дом? Или в последние улицы случайно? Вломились, можно сказать, к ним в дом. Значит, потерпевший мужчина вышел в воду, двор для разговора, где на нее напали, и он был избит. Избили также его, очень гражданскую жену, там же в доме, очень жестко. Она понимает, что все может закончиться плохо, притворилась мертвой, поэтому удалось остаться в живых. Ну и, наверное, случайно пострадал сосед, который, наверное, вышел посмотреть, что же происходит. Ну и вот эта беспричинная агрессия привела к тому, что фактически посторонний человек тоже был забит насмерть. Об этом, ну, как-то непривычно слышать в наше время, согласитесь. Все-таки в основном порядок наведен в регионе и в республике. Как так получилось? Это все-таки не усмотрели субъекты профилактики, вот о том, что такие криминальные элементы жили, запугивали людей. Чья здесь недоработка, на ваш взгляд? Ну, возможно, недоработка и есть некоторая со стороны, потому что у нас разные субъекты профилактики. Кто-то в чем-то что-то и недоработал, но, на мой взгляд, надо учитывать, допустим, личность нашего старшего обвиняемого. Человек 9 раз судимый, выходя из мисс лишения свободы, постоянно возвращался, скажем так, на круги своего поведения. В последний раз, когда он сводился, в январе текущего года, ему был установлен превентивный надзор, и органы милиции пытались выявить у него нарушения в поведении, чтобы вернуть его, изолировать от общества. К сожалению, этого не удалось сделать. В отношении несовершеннолетнего по фактам его преступных деяний, в принципе, тоже меры адекватные принимались. Он привлекался к головной ответственности. В ходе расследования дела заключался под стражу, то есть необходимые меры по его изоляции, которые предпринимались. А вот по фактам отстрела собак в агрогородке Юровича и избиении мужчины, который, как известно, не заявил об этом в милиции, принимались какие-то меры? По факту отстрела собак было возбуждено уголовное дело. По факту хулиганства и незаконного действия тоже с оружием в отношении этого несовершеннолетнего. Сразу же следствие было заключено под стражу, дело было направлено в суд, однако незадолго до наших печальных событий, приговором суда, ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления воспроизводительного учреждения открытого типа. То есть фактически вернулся в деревню. В настоящий момент прокуратура принесла протест за мягкость этого приговора и до конца месяца в областном суде в прятке пиляции этот приговор будет рассмотрен. Я думаю, что по итогам получат более заслуженное адекватное наказание. А по избиению мужчины? У нас сейчас известно два факта. В ходе расследования, когда мы стали более активно интересоваться у местных жителей по всем фактам преступных действий обвиняемых, стало нам известно о факте, когда был избит мужчина в марте текущего года, однако он не заявлял. Уголовное дело уже по этому факту возбуждено и несовершеннолетнему, и двадцатилетнему обвиняемому предъявленному обвинению в особо вздохном хулиганстве. И сейчас, буквально на днях, нам стал известен еще один факт, когда в октябре месяце тоже один из местных жителей был избит, тоже фактически без причин, дома у нашего заводатора. Я думаю, что сейчас, когда все фигуранты этих инцидентов, этих правонарушений задержаны, местным жителям не стоит опасаться, что как-то за свои слова, за донос правоохранительным органам они могут попасть в какую-то неприятную историю, не так ли? Полностью уверен, что законность в этом городке восстановлена. Жителям местным опасаться вообще со стороны этих лиц вообще нечего, потому что долгие ближайшие годы они будут находиться в местах лишения свободы, будут изолированы и ничем уже угрожать не будут. И, ну, я думаю, что еще не скоро они выйдут. После этого преступления был сожжен дом одного из фигурантов уголовного дела. Найден уже подозреваемый. Как вообще расследование проходит по этому факту? Уголовное дело возбуждено непосредственно сразу после возгорания. Расследование ведется. К сожалению, пока что лицо, совершившее поджог, не найдено. Естественно, что на данный момент основная версия, что поджог совершен из какой-то мести за преступление со стороны наших обвиняемых. Проводятся опросы с использованием полиграфа местных жителей. На вчерашний день уже 7 человек опрошено, однако никто, причастность ни одного из них пока не подтвердилась. В том числе, значит, мы отрабатывали версию о том, что кто-то из близких родственников, пострадавших, причастен, но пока это не нашло своего подтверждения. Я знаю, что в Агрогородке Юрьевича проводился сельский сход сразу после череды этих происшествий. Что там обсуждалось? Ну, непосредственно после преступления выезжал на место начальник управления Следственного комитета Погонинской области вместе с сотрудниками областного аппарата. Проводился сход с местными жителями, чтобы выяснить обстановку на месте, объяснить нашу работу, предпринимаемые меры со стороны Следственного комитета по изобличению виновных, доказыванию их вины, изоляции от общества. Объясняли, что, в принципе, сейчас уже жителям бояться нечего и надо рассказать все известное о преступной деятельности обвиняемых, чтобы мы могли доказать им все эпизоды и чтобы они понесли заслуженную ответственность за все, что натворили. Алексей Владимирович, все-таки вот именно, скажем так, поведение, идеология и мышление главного, значит, участника, скажем, этого преступного сообщества или просто друзей стало причиной всех этих происшествий и преступлений? Либо кто-то еще повлиял на них, на их мировоззрение, жизнь и так далее? Ну, исходя из материалов дела, то, что мы знаем на настоящий момент, у меня складывается мнение, что все-таки это старший обвиняемый. Еще раз повторюсь. То есть не родственники, там ни дядя, ни тетя? Я думаю, что нет. Это человек, который, ну, наверное, не склонный, в принципе, к законопослушному поведению и пытался он распространить свои, скажем так, свое мировоззрение, свой авторитет и на каких-то, может быть, более податливых местных жителей. Спасибо вам большое за конструктивный разговор. Спасибо. Напомню, вместе с заместителем начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области Алексеем Исаченко мы обсуждали ситуацию, связанную с преступлениями и восстановлением правопорядка в Агрогородке Юровича. Мы продолжим следить за тем, как дальше будут разворачиваться события в этом населенном пункте. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» самые интересные факты мобильных репортеров со всего мира. Желание есть, а вот умение надо бы еще поднабраться. В австралийском Брисбене мужчина поджег сад своей мамы, когда пытался разжечь костер для барбекю. Для этого он вооружился канистрой с горючей жидкостью и, как говорится, поддал жару. Ее пары воспламенились, емкость загорелась, а мужчина так испугался, что шевырнул ее в кусты. При этом споткнулся о диван и чуть было не угодил в костер. В общем, отжег по полной. Сад выгорел почти целиком, пришлось пересаживать. Трюк, который мог стоить жизни. В Испании в резервуаре с водой едва не утонул местный фокусник, который выступал на празднике в местечке Новосерат, недалеко от Мадрида. Иллюзионист должен был освободиться из смирительной рубашки и вылезти из куба, наполненного водой. Для этого ему нужно было скинуть руками крышку, но сдвинуть ее маэстро магии так и не сумел. Слишком долго провозился с первой завязкой, в результате чего выбился из сил, и его сердце остановилось. Иллюзионист замер на глазах у публики. Члены его команды почему-то не сразу поняли, что трюк пошел не по плану. Однако успели своего шефа спасти. Четыре минуты фокусник находился без признаков жизни. Привести его в чувство смогли только врачи. Артист признался, что до последнего хотел самостоятельно завершить трюк и очень благодарен всем своим спасителям. Попытался остановить погрузчик и поплатился за это жизнью. Печальные кадры из штата Флорида, США. Мужчина попал в больницу после того, как его зажало между погрузчиком и пикапом, кузов которого был заполнен мешками со строительной смесью. Вырваться из смертельных тисков грузчику помог его приятель, который включил в машине переднюю передачу. Однако после госпитализации пострадавший умер от обширных травм. Продавщица из российского города Минеральные воды смогла прогнать вооруженного пистолетом грабителя обычной шваброй. Мужчина вошел в продуктовый магазин и под угрозой оружия потребовал передать ему всю наличность. Но вместо этого едва не схлопотал по лбу от отважной женщины. Она так рьяно защищала свой магазин, что налетчику ничего не оставалось, как признать поражение и оставить безнадежную затею. Он даже целился в женщину из пистолета. Но повидавшая и не такое продавщица не купилась на блеф и продолжала бить преступника шваброй. Даже полицейские признали, что тот принял верное решение – покинуть магазин. Кстати, у мужчины был сообщник. Их обоих задержали через несколько часов после инцидента. Что делать, если твой попутчик в метро – козел? Ничего, просто ожидать проблем с полицией. В Париже жандармы сняли с поезда мужчину, который украл в пригороде на ферме козла. Отвезти домой добычу он решил на метро. Но пассажирам такой сосед явно не понравился. Сначала в вагон пришла охрана, а потом и стражи порядка. Однако отобрать у себя животное мужчина не позволил. Вцепился в него, как паниковский в гуся. На одной из станций поезд пришлось задержать, вора арестовать, а за козлом погоняться по всему вагону, чтобы его поймать. Все в стиле французских комедий. Вот только срок теперь мужчине грозит нешуточный. До шести лет лишения свободы. В России электричка сошла с рельсов и поехала дальше. Удивлению не было предела ни очевидцев, ни самих машинистов. Камеры поста железнодорожного переезда запечатлели курьезный момент. Электропоезд на низкой скорости пересек дорогу не по путям, а рядом с ними, двигаясь по земле и асфальту. В общем, идеально вписался между постом и шлагбаумом. А в Мэриленде на пешеходный тротуар свалился автомобиль. Машина рухнула с высоты четвертого этажа. Водитель выезжал с паркинга и не справился с управлением. Протаранил ограждение и оказался на улице быстрее, чем планировал. К счастью, прохожих в этот момент на пути падения машины не оказалось. Пострадавший госпитализирован. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова